Что именно интересует вас обо мне? Священник, не священник, или рабочий, или кто, примерно хотя бы знать. А, ну, в принципе, я вам там, когда писал запрос, я вам дал там ссылочку, там, в принципе, краткая информация мне была, если вы читали. Это не из Коломны? Нет, это не Коломна, это Украина Полтавская. Так, значит, мне не поступало, я ничего не... Так, с нуля скажите, пример, ваш возраст? 43 года, закончил заочно Свято-Успенскую Киевопечерскую, это, Свято-Успенской Киевопечерской лавре семинарию. У вас огласка-то нету? Еще раз. Гласка, смотреть, я вас не вижу. А, дело в том, что он есть, но в данной ситуации мне показывать, что на моем фоне творится, я не хотел бы. А что за фон-то у вас такой? Ну, вот у меня стоит, например, вот покупали банну, и ванная стоит у меня в комнате. Ну, у меня-то какая обстановка, то вы о ком говорите, это если меня знаете. Ну, я понимаю, ну, я, в отличие от вас, я немножко комплексую в этом отношение, а тем более, если разговор записывается, я бы не хотел, чтобы миллионы людей видели, что у меня там творится. Ну, потом, потом, в принципе, если у нас дальше будут общения, в принципе, я смогу потом подключиться и более-менее... Как вы это умышленно закрылись? Ну, вообще-то, в данный момент, да. Потом, когда надо будет, я потом подготовлю, чтобы мне не так было стыдно свой фон показывать. Да и себя внешне немножко приведу в порядок. Если меня видно, вы меня видите? Вас вижу. Ну, посмотрите, какая обстановка-то. Ну, маленько-то гляньте, какой. Хуже моей-то у вас не может быть-то. Это вы напрасно, человек-то не этим ценится-то. Да я понимаю прекрасно. Ну, если вас не обидит, давайте первую встречу сделаем таким образом, пока так, как у нас есть. А второй раз, когда будем общаться, мы уже откроем для общего доступа. Давайте сначала друг друга пощупаем, как говорится, кто мы, что мы, чем дышим, чем живем. Я вас слушаю. Что вы хотели от меня конкретно, что вы на меня вышли? Ну, меня заинтересовало, я там посмотрел у вас, там, немножко информацию о вас. Я так понимаю, у вас идет старообрядовая... То есть вы старообрядец, скажем так, правильно? Ну, как старообрядец? Старообрядцы с нами же не служат. Определение такое. Вот обо мне стали разговаривать. Ну, один, другой, третий, четвертый. И один священник говорит. Ну, понимаете, человек настолько необычный, трудится среди всех. Я среди баптистов, адвентистов, яговистов, там, мусульман. Ну, а кто он такой-то? А, говорит, определяйте по тому, куда он людей зовет. Вот, куда он зовет людей, которые обращают. А что обращаются, это... Ну, видно, что люди с священниками делаются, с сектантов. Все до одного обращенные находятся в московской патриархии. Ну, в данной ситуации я вывожу это для того, чтобы просто-напросто иметь представление. Ну, во-первых, старообрядество разделяется на очень много течений. И там надо тоже знать конкретно какое. Поповцы, беспоповцы, кричи... Да, правильно, до поповца, беспоповца. Мы к ним не относимся. Но это наш корень. Мы оттуда происходим. Ну, корень один, корень идет один еще до Никоновской реформы, как говорится так. Да, у меня и деды были с той стороны. А мы, знаешь, что священства нет, а без священства нет таинств, мы находимся в церкви. Брат у меня закончил московскую семинарию, он протоиерей. Но мы находимся в русской православной зарубежной церкви. Теперь, когда уже произошел этот акт о каноническом признании, мы были категорически против, заявили об этом. И когда у них там было всепастерское совещание в Наяке, где ездила Сан-Франциско, и мой брат, отец Аким, он 35 лет протоиерей, он там был, ездил, как делегированный туда. Мы были против категорически, но мы заранее сказали, какое бы решение ни было принято, мы ему подчинимся. И мы стали молиться о том, чтобы нам не забунтовать и не выродиться в секту. И нас Господь на этом сохранил. Их называли там лавровцы, с лавром, которые пошли-то. Да, мы с ними. И вот теперь, когда оставили епископа Евтихия Курочкина над приходами русской православной зарубежной церкви на пятилетий период, это они сами все придумали потом. Это ни о каком объединении речи тогда не было, что там было, а просто признать благодатность той и другой стороны. И вот все вошли, кто куда разбрались, кто к Агафангелу Пашковскому на Украине, кто к Тихону Пасечнику в Омске. Мы остались в том же самом положении, никуда. Но она приезжает к нам епископ и московская патриархия, у нас служат, мы православную деревню строим. Ходят вместе, здесь батюшка с ними, с одной чашей прищищается, вместе служат. Но мы не в московской патриархии, и мы никогда туда не пойдем, никогда. Потому что там смерть. Просто только поэтому. Они нас сразу уничтожат. Мы их очень хорошо знаем. Они не останавливаются ни перед какой ложью. Вот мы благовестническая община наша. И везде принимают. Мы очень широкий круг. От Владивостока мы прошли, вот нынче у нас путь до Португалии идет, Скандинавия и Прибалтика. Ну, в Португалии, я знаю, что, по-моему, в Португалии приехало то ли две, то ли четыре семьи. Вот не забудьте потом, мне это нужно будет зайти. А они, нас принимают везде хорошо, где нет православных священников. Они люто восстают. Они лгут. Это свидетели Иеговы, там, это, как угодно, там, американские, что угодно плетут. С ними нельзя работать. Мы вам даем тысячи, десятки тысяч евангелий, а они собирают и сжигают церковные оградения. Я написал патриарху Кириллу, это антихристы, и вы за них ответите. Вот беда-то какая. Поэтому мы признаем благодатность московской патриархии, но они готовы сегодня же нас уничтожить. И поэтому мы под них не пойдем. Мы по-прежнему, понимаем, вспоминаем на богослужении митрополита Илариона. Как мне вас правильнее было бы назвать? Все-таки вы мне подсыграете церковь. Я Игнатий Тихонович, отца Тихон звать. Как? Игнатий Тихонович, отец Тихон. О, так, Игнатий Тихонович, хорошо, Игнатий Тихонович. Вот я, кстати, вам еще раз кинул ссылочку, вот прямо тут, где мы с вами общаемся. Вот можете зайти по ней и почитать немножко то, что я пишу, о чем думаю, о чем рассуждаю, чтобы вам было легче меня понимать. Нашли, да, ссылочку? Нет, я не вижу, там ПС, постскрипт, но больше еще не написано. Юрий Владимирович... Нет, это надо в это смотреть. В сообщениях, вот здесь, под скайпом. Ну ладно, потом посмотрю, сейчас-то уже поздно. Так, говорите, пожалуйста. Ну вот, я что хочу сказать. Дело в том, что я, например, тоже тяготею к старообрядчеству, ну в каком отношении? Мне, во-первых, близко это все. Хотя бы потом отношение, что выстраивается такая вот форма даже воспитания людей, населения. А у нас вот то, что сейчас творится, это полный развал, конечно, я тоже против этого восстаю. Но опять же мне, и как многим из нас, очень тяжело бы, допустим, было бы, допустим, вот сказать, все, я бросаю в московский патриархат и перехожу к старообрядцам. Во-первых, у нас у многих очень... На памяти есть такие слова, как вот Лаврентия Черниговского. Хотя многие ругают эту книгу под видом того, что якобы это написал какой-то там Раскольник, там какой-то непонятный схимник, там и тому подобное. Но с другой стороны, я этого схимника видел, я в нем ничего такого не видел, чтобы сказать, что у него там что-то плохое. Я имею в виду с Хиегумена, Хирубима, Дегтяря, если я не путаю. Я с ним какое-то время общался там недолго, ну, я в нем такого ничего не заметил. И в книге то, что он описывает, он, в принципе, приводит по большому счету высказывания других людей, которые общались с Лаврентием Черниговским. Вот он, Лаврентием Черниговский, говорит, что ни в какие расколы, ни в какие ответвления от московского патриархата. Но, но, это я уже сейчас от себя скажу, что да, я очень сильно не согласен с тем положением, что сейчас происходит в московском патриархате. Большой бардак, это даже мягко сказать. Но с другой стороны, если я буду тоже вот так вот, вот у меня знакомый свящий, яромонах, он ваших лет, по-моему, яромонах Иериней Черноуз, он служил в Козельщанском женском монастыре. Если вы знакомы с монастырями, то, я думаю, вы знаете. Это в Полтавской области Козельщанский женский монастырь. Там знаменитая икона Козельщанской Божьей Матери. Так вот, он тоже вот, его там нынешняя настоятельница, покойная схемонахиня умерла, схемонахиня, схемы, ее имя не помню, а так вот она была и иегуменей Серафимой. Очень хорошая матушка, я с ней тоже лично знаком, много от нее полезного узнал. И вот после ее смерти пришла новая настоятельница, которую, как Иериней Черней, как Иериней, иерманах Иериней ее озвучил, сказал, что она жидомасонская подстилка, как бы сказать так. И он сейчас вынужден, как говорится, не служить, нет возможности, ну он болит постоянно с инкодами и там подобными вещами. Его за это припинают. Его то в запрет отправляли, то запрещали служить, то еще каким-то образом. Дочь его тоже монахиня вот в этом монастыре, тоже вынуждена уйти была с этого монастыря из-за этих порядков нынешних. То есть к чему я веду весь этот разговор? Что я, например, считаю, что старообрядчество и московский патриархат хотя бы номинально он должен быть в союзе в том отношении, потому что многие люди, которые хотели бы прийти именно к исконной старообрядческому, так скажем, течению или первоисточнику, скажем так, то они не могут уйти с точки зрения психологии того, что даже вот взять, как я говорил, Лаврин Тичинга сказал, никакие расколы, это, ну, смерть опасна. Нужно поминать и того, и того патриарха, как говорится, как он бы плохой не был, до тех пор, пока не произойдет то-то, 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 то-то. Вот я вот на эту тему, в принципе, и хотел с вами поговорить, это так, в общих чертах, потому что я, в принципе, еще так не сильно подготовлен, чтобы более детально разговаривать на эту тему, ну, хотя бы в общих чертах. Со временем, может быть, мы вернемся к этой теме, но вот хотелось бы сейчас пока вот так вот обговорить вот эту тему. Так, от меня что нужно? Ну, я вот опять же говорю, я вот... Поточнее выразите, а то я, может быть, пропустил мимо, что вы сказали. Говорите еще раз. Что именно я должен сказать или какой-то вопрос осветить, ответить? Я вам пока сейчас вопросов не задавал, я вам просто объяснил свою ситуацию, свое видение этого положения. А вот вопросы будут сейчас вот такие. Ну, вот смотрите, у вас на сайте есть фотогалерея, и там вот не помню, за какой год, или за 2009, или за 2011, не помню. И вот вы там со своим братом Иакимом, и с представителями Московского патриархата, священством, решали вопрос с общиной, я так понимаю, об объединении с Московским патриархатом. И там была подписка, что община не согласилась. С одной стороны, я понимаю, почему так произошло. С другой стороны, вот вы, как я и сказал, что многие бы хотели бы... Вот у меня много знакомых, которые ходят в церковь Московского патриархата, они тяготят к старобрячеству. Но они не могут уйти в силу своих пониманий вот этих вопросов, что любой раскол может не проститься, так скажем. И многие этого боятся, и их понять нужно, и можно. Тоже Владимир Черниговский предупреждал об этом. Поэтому я и говорю, что нужно найти какие-то вот соединяющие вот эти вот нюансы, не смотреть на политику, а смотреть больше на духовную сторону, и соединить людей, чтобы они могли прийти, допустим, в общину старобрядцев, везти... Кстати, вот в Москве есть храм, который служит по старобрядческому стилю. Вот почему нельзя сделать, например, и по Украине... Отец Кирилл Сахаров, игумен. Не помню, не помню. Ну мы у него были, я там проповедовал у него. Он приезжал к нам в лагерь был, да, он служит так. Он от храма Христа Спасителя, это метров 250 только рядом. Ну вот смотрите, он же принадлежит, получается, к Московскому Патриархату, и однако же он может служить и по старобрядческому, не мешает... Конечно, это самый правильный выход. Так а почему и у вас так не сделать, чтобы люди могли не бояться с Московского Патриархата прийти в церковь или в храм старобрядческого обряда? Потому что если они не смогут прийти, то если придут, их назовут шаскольниками. Понимаете, в чем ситуация? Нам-то идти зачем, когда мы стоим на месте? У нас в деревне живут, которые старобрядцев, а они наши родственники. Я говорю о других людях, которые не являются старобрядцами, но хотели бы прийти, но они не могут в силу того, что, например, у вас, например, не принадлежат к Московскому Патриархату, а они к Московскому преднадлежат. И они не могут прийти в силу из-за этого. В силу запретных. Еще раз повторяю, вы не дослушали, что я хотел сказать. Они их вызывают, ну, допустим, в Новосибирске, там отец Михаил. Кто будет посещать богослужения в Потеряевке у нас, будет отлучен и лишен причастия. Они приехали здесь в Барнауле, когда переехали, думали поближе к Барнаулу, тут как-то и остановка изменится. И они сказали, здесь отец Никола Думнов. Он такой склонный, помягче. Ничего подобного. Тот же самый ответ. А если бы он разрешил? Разрешил его бы сами свои смеления мгновенно сразу. Там свирепость нечеловеческая. Самая свирепая секта, какие есть, сектанский дух, это старобрящество сегодня. Они никого не признают, не понимают, ничего. Только одно. У них простая проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все, проповедь закончилась. Они ничего не могут дать. Мы их знаем очень хорошо, потому что наше родство там среди них. Среди белокринской иерархии. Не без священства, а неправильно. Это церковь настоящая. Но настрой не только не церковный, а даже антихристом трудно назвать. Еще ниже. Вот я и понять не могу. Вот, например, ваша община. Она относится как старобряческая, как к русской православной церкви за рубежом. Так я понимаю? У нас, видите, мы шире смотрим. Допустим, что относится к старобряще сегодня? Я просто понять хочу. У нас два перста и три перста. Совершенно свободно люди молятся, никогда никто не спросит. С одной и пишет Иисус, или с двумя. А во время богослужения, литургии, все время у нас символ веры считается и Духа, Святаго, Господа, истинного, Желтворящего. У нас официально на это документ есть. То есть нас ничто не разделяет, кроме старобряческой злобы. Притом они ничего не могут сказать. Они никаких претензий к нам не имеют. Мы с ними не воюем. С их стороны это враждебность татанинская просто. Третье поколение в Новосибирске вырастает после того, как я оттуда выехал. И они их учат, которые у меня в глаза не видели ничего. При одном слове они в бешенство входят. У меня это в книге все выставлено. Документально. Игнатий Тихонович, вот я хочу теперь немножко для себя разъяснить. Я вот пытаюсь сообразить. С одной стороны, я вроде бы все понял. Но я вот опять еще раз не могу понять. Вы относитесь к старобряческой церкви, вот вы лично, к старобряческой церкви, ну, к зарубежной церкви православной церкви. Нет, мы относимся не к старобряческой, не к старобряческой, а к самой православной зарубежной церкви. А у них там и старобряец этот был, епископ Даниил Иллирийский. Мы просто знаем это. Но мы к старобряческой не относимся. В нашем названии Русская Православная Церковь за Рубежом. РПЦЗ. Ага. Которые сейчас вместе приезжают, и вместе они там с патриархами здесь, и все вместе. Та часть, которая, как говорят, соединилась. Ну вот, а вот это вот, господи, вот это даже вот образ, даже вот, как бы это сказать, внешняя часть благослужения, у вас ближе к старобряческой идет. Никак. У нас все православное. Ничего старобряческого нет. Наоборот. Мы дойдем еще дальше. Мы добились разрешения официально. У нас служба идет на церковно-славянском языке. Один к одному. Как идет во всех православных храмах Московской Патриархии. Поэтому местные епископы Московской Патриархии к нам приезжают, и они служат. И они возглашают патриарха Кирилла, а потом митрополита Илариона, потом нашего Евтихия, и тогда местного Максима. Нас ничто не разделяет. Ничего старобряческого у нас нет. Но Духа Святаго, Господа Истинного, вот это слово истинное произносится. Только и всего. У нас одежда просто старобряческая. Он смущается то, что у нас старобряческая одежда. Одежда? Да, да. Она не старобряческая, это русский человек так одевался. У старобряческого из-за мужа полголовы открыты, а у нас все закрыто. У нас даже не... Мы намного дальше идем. У нас... Повторю сейчас еще, что служба идет на церковно-славянском языке, но все библейское, это Ветхозаветное чтение, Псалтверь, Евангелие, ну Новый Завет, на русском языке, синодального перевода 1876 года. Но если эти псалмы поются, поются на церковно-славянском. То есть мы золотую середину избрали, и нам официально это разрешено. Господи, а разве нельзя было, допустим, сохранить все то, что было старое, не изменяя, то есть это не вводя золотую середину, а оставить все то, что было старое до этого, но без фанатизма. Потому что получается какая-то двойная монетка получается. Но вы спросили, я ответил. Ну я все, я понял. Я просто не сначала... Я вам отвечаю так, как есть. У нас один к одному богослужение идет, как во всех храмах московской патриархии. Ни одно слово не изменяется, только одно слово Духа Святаго, Господа Истинного, Животворящего. Все. Все остальное один к одному. А что вы не к старообряществу? Вот у нас путь такой избранный. И старое слово... У нас вольфот, когда они приходят, пожалуйста, которые приходят. Я вот, к сожалению, не знаю, как у нас по Полтавской области вот в этом отношении. Я еще не интересовался, надо будет уточнить. Ну ладно, это другая тема. Вот у меня еще один вопрос. Вот ныне почивший митрополит Виталий, он... Я по видео смотрел только одно, только его... его проповедь, это о молитве русского человека. А есть ли другие у вас, может быть, записи, чтобы, может быть, у вас как-то их перенять? Есть. Я с ним много время провел, когда был в Нью-Йорке. Это молитвник. Я с ним вместе молился, привез от него дары, тут антиминсы, книги, фотографии у меня с ним есть где-то. Есть материалы, и они стоят на нашем форуме. На нашем форуме бываете? Ну, я вот так мельком глянул, но я не знаю, есть ли у вас там все записи проповеди по учению митрополита Владимира. Я не знаю, есть ли у вас там видео, видео. Митрополита Виталия имеете в виду? Митрополита Виталия. У меня от него грамота на проповедь всероссийскую, когда я еще не был рукоположным щецом. Это можно сказать, единственное... Я говорю о его запихах, о его личных запихах. Я сказал, что что-то там есть, а все, я за ними и не гонялся. А можно это зарядить в Ютубе найти. Да я искал там только вот это молитвие русского человека. Ну, вот Василия Рязянька там епископ есть. Я не знаю, что там где есть. Не знаю даже, что у него еще есть. Ну, вот надо будет... Потому что мне лично много то, о чем говорит, особенно вот в этой уже давно гуляющей по интернету записи о молитве русского... о молитве и сердце русского человека. Вообще это очень близко к тому, что... Ну, к тому, что я думаю и о чем я хочу, как говорится, надеяться, что люди примут. Вы из какого города звоните? Скажите, пожалуйста. Да, это не секрет. Кремичев. Ага. Понятно. Это Полтавская область. У нас там есть, у нас есть старобрядческие общины, но... я глубоко не копал, я с одной женщиной общался, но я боюсь, что они не... такого же толка, как и те, с кем вы вот общаетесь у вас там, на Урале, на Сибири. Нетерпимость, жестокость у них? Ну, жестокости нету, но упрямство, упорство очень сильное. Я говорю жестокость. Жестокость. Притом, жестокость убийственная. Я это знаю из того, что есть. Но я в такой степени не сталкивался. Ну, я-то... Это корень, он наш. Я там венчался. Я там был. Притом, что слово «ложь» принято, как заслуга какая-то. Хорошо, если солгал. Это, подождите, заслуга, если солгал у них? Да. Ложь, конь во спасение. Бог ты мой. Да. Это как у католиков, для вящей славы папства. Там можно все лгать. Я говорю то, что знаю. У меня жена оттуда взята. Я знаю это, потому что там и жил у них, и причащался, и там венчался. Новосибирская община старообрядцев. Клеветы непрерывные. Слово Божие не вмещается. Они просто не любят. Библия для них чужая книга. Это сейчас они маленько пообмякли. лютая книга. Так а что для них было, если не Библия? Что для них было священным? Что священное? Если не Библия? Если не Библия. Два пальца священное. Предание даже не шло в счет, да? Ну вот, смотрите. Сейчас вышел фильм Раскол Николая Достоля. Видели? Нет. Раскол. Запишите. Это многосерийный фильм. Конечно, там консультанты были старообрядцы. Никон и Аввакуум. Вот этот момент взятый царь Алексей Михайлович. Почитайте. Я с ними разговаривал. Вы признаете все? Да, все. И они ни тот, ни другой Евангелие в руках как будто не держали. Псалтырь знает, больше ничего нету. Оба достойны один другого. Вот они такие остались. Ну, так глубоко я не заглядывал. Не знал, что такие существуют нюансы. Я говорю то, что есть. Если не... Вот епископ что-то там на исповеди сказал не так. Ну, епископ Силуян. Я вам называю. Новосибирск. Приходят к нему двое. Федя Устинов и Володя Долгов. Они его повалили, пинали и били. Это даже патриархии не было за сто лет, за тысячу лет такого. Обыкновенные прихожане сбили епископа и сколотили, ушли. Они свирепые волки. Этого даже ни у обновленцев, ни у кого такого не было. Ни у одной секты такого не найдешь. Ну, насчет того, что у нас архиереи могут избить священника, у нас, например, такое тоже не проблема. Ну, правда, что миряне пришли и тут же, ну, это где-то там в других местах. А тут друг друга знают. Они без него шага не сделают. Но что-то... Я же говорю, у нас в этом отношении не лучше творится. У нас архиерей может избить священника, а священник избить мирянина. Это не проблема. У нас такое тоже было. И один, например, и романах прямо одному моему знакомому священнику сказал, закрой пасть, или я тебе все зубы повыбиваю. Прямым текстом. Я верю. Я верю вам каждому слову, что вы говорите. Потому что я такое же здесь встречал. Но так, что пришли миряне в мирное время, и никакая догматика их не разделяет, и избить епископа, да я даже нигде не слыхал. Просто как бы невозможно. Хотя возможно все. Но это у них новобычие. Ну, последние события на Сахалине вы, наверное, знаете, да? Да. Последние события на Сахалине, что произошли. Зашел там дурак. Ну вот, я к чему хочу сказать. Вот смотрите, то, что сейчас происходит, убивают священников, вы думаете, что их убивают только потому, что они святы, и потому, что они несут имя Божье? Нет. Это говорит о том, что просто Господь таким образом пытается образумить нас, убивая у нас священников, уничтожая наше православное духовенство, и хороших, и плохих. Любыми способами. Вот, например, в одном городе собаки загрызли священника. Это что? Он не родил священник, потому что собаки загрызли? Или он такой святой, что его собаки загрызли? Это надо, конечно, это в интернете есть, это надо просто поискать. Я просто прямо не могу так сейчас сказать, я не помню, это давно уже я смотрел. чтобы собаки загрызли, это вообще, но ребенок там ползунок еще могут, а это же люди закрещены. Я говорю то, что было сказано... Ну, в общем, не об этом. Давайте, ваша цель, встреча наша, еще что нужно ответить вам? Вы только одно запомните сразу, что я никогда не спорю, это не положено. Я возвещаюсь, но спорить тот и ничего не знает. Они приняты, меня это не касается. У меня сейчас была единственная цель это познакомиться с вами, поговорить, узнать, чем вы дышите, чем живете, и дать вам возможность познакомиться со мной, и в дальнейшем, если, допустим, поднимать какие-то вопросы, чтобы, знаете, в какую степь, как говорится, вести разговор. В данной ситуации это сейчас знакомство. Так смысл знакомства там в чем, для чего нам нужно знакомство-то. Ну, хорошо, а вам было бы неинтересно, допустим, узнать, что вот, допустим, на Украине, как живет, думает человек, например, чем живет, чем дышит? Нет, мне это неинтересно, потому что многое я знаю, но с меня это не спросится. Моя задача, вот мы в 13-м году были в Украине, вот у меня вышло из печати 38 книг. Они находятся в Киевской национальной библиотеке, в Харьковской. Я в прошлом году проехал по Украине, ну, городов и районных центров, я не знаю, наверное, не меньше 30. Я знаю эту обстановку, мне на это время даже тратить не надо. Я говорю, не о внешнем, я говорю о внутреннем человеке, например, с которым, допустим, вы общаетесь. Я не говорю конкретно о себе, я вообще говорю, вообще. Зачем мне знать, что нужно, я из интернета узнаю, я лично переписываюсь. У нас с Украиной люди есть, которые близки нам. У меня на это и время даже нету, потому что на моем сайте, сайт «Восвете Библии», «Открытым оком» называется, тебе черкните, его легко искать. Я отвечаю на 4124 вопроса. Я много лет вел занятия в разных университетах, милиции, воинских частях, радиопрограммы, так что мне не за чем туда лезть-то. Я просто даю, что у меня есть. У меня на это и время даже нету, что вот узнавать. Они позвонят ко мне из Белоруссии, из Германии. Они хотели бы, да нет, конечно, у меня на это время даже нету. Я в вашем распоряжении, если вы хотите что-то узнать, ну, указать, на каком месте. А просто узнавать мне, это не мое. Я даже с человеком-то бываю, когда редко узнаю, какой он веры. Говоря с ним, я уже в течение нескольких минут узнаю, что за вера у него. А что у меня, например, что у меня за вера? Откуда я знаю? Я вас не вижу, вы скрытые. Ну, вы же говорите в течение нескольких минут разговаривали с человеком. Я еще раз говорю, с человеком разговариваю, я смотрю ему в глаза, посмотрю, кто он такой-то. Вы скрылись. Меня это уже настораживает. Ну, ну, ладно, хорошо. В общем, мы познакомились, поговорили, я узнал то, что, в принципе, я хотел. Если я, конечно, вам не помешал за это время, ну, если помешал, как говорится, прошу прощения. В любом случае, мне было приятно с вами пообщаться и много для себя из чего интересного нашел. Как вы могли, Ваня, у вас, кто вам дал мой пароль? Какой пароль? Ну, а как вы ваши-то? У вас же, по-моему, информация о вас же есть. Достаточно ее вбить, в поисковить. Прежде чем, чтобы у меня аппаратура заработала, вы должны были знать мой логин. Так я же об этом и говорю, что ваши данные есть. Мне достаточно было вбить в поисковик, чтобы найти, и все. Никаких секретов. Я не какой-нибудь дядя, не дежурный по городу. Ну, ну, потому что, видишь, кто-то, может, знакомый есть, а вот, а сейчас с Украины Днепропетровск, ваш город там. Ну, да, ну, как наш, не на нашей парке, но в 100 километрах от нас. Ну, нет, там Леонов, он выходит, семинарий закончил, сейчас отправили в Румынию учить там немецкий язык. Хорошие ребятишки. У нас ролики выставили. У нас все записывается. Так, если вы еще думаете выйти сюда, у вас нужна какая-то будет, только по конкретным вопросам. Вы уже все узнали. Да, я все, что хотел, узнал. я вам сказал, все переспрашивать только не надо, потому что я не лгу, и поэтому ответ будет, который вчера был, тоже и сегодня. Да я не переспрашиваю. То, что мне хотел, я узнал, мне нужно было просто узнать о вас. Да. Я узнал, мне это было, большое спасибо за это. Вот если у вас что-то, да. Если будут у меня вопросы, которые необходимо будут уточнить у вас, я, конечно, свяжусь с вами. Если нет, мы просто буду... или я уже пометку сделаю, вот в это время, и в этот же день, и только один раз, и только с вопросами. Если вопросов никаких нет, то у меня просто на это время нет. И обязательно, чтобы были видны. Игнатий Тихонович, поверьте, я не из тех людей, которые надоедают. Так что, как говорится с Богом. Я не то, что надоедает, потому что у меня часто бывает с одними и тем же неоднократные встречи. Вот познакомились сейчас, а он в Санкт-Петербурге, какой-то с пастом по детьми занимается, другие выходят. Это я принимаю. Но встреча должна быть такая, что вы желали бы что-то узнать, чтобы я мог быть полезным для вас. А вы уже для меня полезны. Вы уже дали мне много пищи для размышлений. Не уже этого достаточно? Для начала, по крайней мере. А от вас 1 мая сдалеко? 1 мая? Я читаю, я не в курсе. Я даже не знаю, где... Первомайск, это районный центр. Какой? Первомайск. Врать не буду. А Десна Николаевск далеко от вас? Ну, конечно, это юг, а я на центре. Я в центре, а это юг. А какой самый большой город около вас? Полтава. Мы там не были. Полтавская область, Полтавская битва, если вы помните. Ну, к тому сказать, это я хорошо знаю, что о Полтаве. Я хотел только узнать, какой город, и сказать, были мы в прошлом году там или нет. Там находятся в каждой библиотеке мои 38 книг, которые я дарю, еду по миру. Начиная от находки Владивостока и... Так, теперь вы сказали, у вас из Португалии кто-то был. Что за люди? Не у меня был. Я вам говорил о том, что у нас во время разговора, когда зашла тема, я сказал, что по-моему, или из Португалии, или откуда-то с тех краев, с Южной Америки. Приехало или две, или четыре семьи старо... Старообрядцев. Да, старообрядцев. Ну, конкретно, в каком месте они поселились, я не знаю, но они переехали и стали уже фермерцем потихонечку заниматься. Ну, то есть обживаться. И сказали, если мы обживемся здесь, позовем всю нашу общину аж сюда-обратно. То есть возвращаться начинают они с Южной Америки в родную матушку-землю. Ну, они на Востоке остановились, очень неприметливые, им даже дров не дают тому. И показывают. Фильм снятый, потому что жалко. Люди такой путь проделали. На родину вернулись, им всякие препятствия делают. Ну, этого я деталей не знаю, я только то, что в новостях рассказали, то, что услышал я, запомнилось вот так вот, и все. У нас в Залесовском районе несколько семей тоже приехали. Ну, они стоят к нам, приезжали, вот деревню православную строим, тоже, они страшно упрямые, без поповцев все. Ужасно упрямые. Вот он приехал, он обязательно начинает сны какие-то рассказывать, у нас это не принято. И он, не сравнивая с Библией, у нас два главных слова, это Христос и Библия. Все, что не по священному Писанию, Златоуст говорит, о том даже не рассуждаем. А они Библию в руках не держат. То есть у нас можно было усилить, земля, вода, все. А как же, стоп, если мы говорим, если не, господи, не по священному Писанию, а как же священное предание в таком случае? А святые, а книги святых Баланусных Отцов наших? Это предание, священное предание, принятое Церковью. А это свои выдумки человеческие, предрассудки. А богословие, а богословие откуда берется? Именно с выводов, с логических каких-то размышлений. Я, например, на этом и стою. То есть я, если что-то читаю, я тысячу раз перепроверю, проверю, а потом только начинаю уже как-то делать выводы. А не беру с потолка там, мне что-то сказали, а я раз и поверил. Как по-настоящему. Вот они только приехали, и сразу, а у вас паспорта есть? Ну а как без паспортов-то? А это нельзя, это антихрист. Паспорт обыкновенный? Антихрист. Откуда он взял? Какое? Писание, предание запрещает. Павел был римский гражданин. Если был паспорт, значит он бы паспорт имел. Они вообще не слышат. Я не говорю про ННН, там это все, это для них запредельно далеко. Так у вас что, электричество есть? Это нельзя. Телефонами пользуйтесь. То есть вот это все на толканах, как у Диамида, епископа. Его не остановить, ничего. Попытались мы хоть спросить, а что плохого в телефоне? Это нельзя. А у вас телевизор есть? Телевизора нет, но вот интернет есть, дети учатся в школе. А в эту советскую школу нельзя отдавать. Но у нас все учителя свои верующие, свои, прихожане наши. Он не понимает, не слышит ничего. Почему? Он старовер. Писание как не держит. А вот мне сразу попутний вопрос к вам. Вот вы напомнили. Хорошо, а как вы тогда относитесь к тому, что вот, например, не помню, или архиепископ, или епископ, или митрополит, это, Иларион, по-моему, или Пантелеймон, или Иларион, по-моему, Пантелеймон. Это московский, там, я не помню. Так вот, как вы относитесь к тому, что он на молебне с водосвятием читает не богослужебные книги, а читает по электронной книге, то есть по эподу? Как ваше отношение к этому? Что именно читает, я не понял. Ну, богослужебные тексты при молебне с водосвятием. А что он читает-то? Богослужение читает он по электронной книге, а не по книгам. по электронной книге читают? Да, как вы к этому относитесь? А что в этом особенного? Ничего я в этом не вижу. Какая равенство из страны шелестеть или электронная? Мы этого не делаем. У нас этого не будет, я думаю, никогда не будет. Я считаю, что это неправильно. Лично мое, это не говорю о всех, а о себе только. Что лично мое понимание это неправильно. У нас этого не будет, я говорю, у нас этого нет. Но я должен смотреть не только по себе. Вот это и есть, говорится, одна ямка в мозгах и дальше ничего нет. Я спрашиваю, почему нет? Ответ, почему нет? Когда те же самые слова. Золотая середина в моем понимании, вот такая золотая середина в моем понимании неприемлема. Ну неприемлема это один вопрос, другое дело настаивать на себя. Он сразу настаивает. Если мы к вам приедем, а у вас паспорта, а из одного колодца как тогда воду черпать будем? Он еще не приехал, только разведчик приехал из Староверов, который там переезжает с других мест. И они к нам приехали в деревню. У нас это бывшая старобрядческая деревня, Беспоповская, Кержаки, Калугеры, как у вас там. Но он ничего не слышит и не видит. Его спрашивают, чем плохо, что у нас телефон. Он не может еще не сказать, но мы не приемлем. Он сразу уже войну объявляет. Как это так? Вот это и я... Я считаю, я считаю, конечно, что диалог должен быть без фанатизма. Но с некоторыми вещами я бы никогда не согласился. Хотя и без соплей, как говорится. И без пену во рта. Но я бы не согласился. Они начинают говорить, что надо сидеть только на скамейках. На стульях нельзя. Я говорю, ну почему на стульях-то нельзя? Он не может объяснить. Но он начинает ко всем придираться. Я пришел в гости, а у нас стулья стоят. А почему у вас стулья? А верить-то нет спасения никакого. Человек как помешанный. Ему сказали, ты в трамвае едешь вот сюда, старобрядцы. А в трамвае-то на сиденье сидела женщина месячная, она нечистая. А ты сел. Он не стал больше трамвая ездить, а пошел только по трамвайным путям, пешком из дома идет. А ему сказали тогда, ну женщина трамвай-то ехала, она же над шпалами ехала. Теперь он идет между путем, чтобы... Теперь он же полностью чистый. Ну понимаете, это пределу безумия никакого нету. Ну это панатизм. Ну это то, что здесь. Я говорю, то, что у нас, вот это я знаю только. Так это не одно это. Надо все освободить через Слово Божие. Не Слово Божие это... Златоуст говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Даже не рассуждаем. А принято. Принято. Я исполняю. Я легко покажу, что наши посты, кроме Великого, вот, перед Пасхой, семь недель, и среда, и пятница, это не евангельское устроение. Они не нужны, посты их нарушают. Но, я православный, я ни разу в жизни, ни в тюрьмах, которые я прошел, за Слово Божие, ни в армии, ни в больницах, я не нарушил поста. Я строжайше. Не положено растительное масло, не будет. Потому что я православный, и в это слово я включаю все, что приняла церковь. То, что не противоречит Слову Божию. Мне эти посты нужны. Я в них родился. Я не понимаю, как бы я без поста жил. Но, навязанным другим нельзя. Но они приняты сегодня, и поэтому обязаны все соблюдать. Ну, смотрите, вот сейчас получается у нас какая петушка, вот, например, даже в Московском Патриархате. Одна часть Московского Патриархата сторонники для того, чтобы причастие было, и перед причастием, исповеди, вычисленные правила. А другая говорит, что зачем такие сложности, когда можно было бы проще. Понимаете, какая еще петушка у нас? Внутри даже происходит. Внутри Московского Патриархата. В материалах это показано. Но часть людей понимала так, другая и иначе. Вначале в Церкви Христовой не было этого, никакой исповеди. Да испытывает себя человек, Павел прямо говорит, и тогда приступает. Но у нас так принято. В отдельной комнате исповедовать, остальные перед дверями стоят. Батюшка одного пускает, другой заходит. Тайная исповедь. Иоанн Кронштадтский делал общую исповедь. Но это не пример, а просто дерзновение было его такое. Мы не можем обсуждать, но он один был такой. Кому отпустится, на ком отпустится, там не запрещено, как говорится. Но если человек сам заходит в комнату, например, перед иконой начинает исповедоваться, а ему никто не отпускает грехи, ну как это? Никак. Там священник стоит, еще раз говорю. Заходит, там священник, Евангелие, крест. Так вот, и под аналогием можно, то есть перед аналогием, аналогием можно. Понятно. Для того, чтобы никто не слышал, я вот чему сказал-то. А не так, что исповедуется, а на один пять человек стоят, уши развесили. У нас тайная исповедь. Перед священником, перед Богом. А помните, как у Иоанна Кронштадтского, когда не было возможности исповедоваться у него из-за многотысячного количества прихожан, была общая даже исповедь. Люди даже воперектировали. Я вам это сказал. Об этом написано в настольной книге священнослужителя. Об этом говорит ныне канонизированный Серапим Щичагов, митрополит, расстрелянный ГПУшник. Тридцать молнист. Вот. И он говорит, ссылаться на это мы не можем. Мы не знаем, в каком положении Иоанн Кронштадтский. И он видит, что некоторые стараются подражать ему, может он сейчас сокрушается и плачет там в вечности, что подал такой дурной пример. Вот какое дело-то. Принято, и мы понимаем, это необходимо. Но в первой апостольской церкви этого не было. Я вот что сказал-то. Ну, я так понимаю, что вот если взять все, ну как бы, без вот этих налетов, вот этих искусственных, если взять вот так вот все с чистого листа, то получается так. Православная церковь должна выглядеть таким образом. Ну, приблизительно. Это определенное помещение. Жертвенникам, как такового, может служить только наша душа. Престолам может служить любое место, где могут пресечаться, допустим, святые кровью и плотью Христовой, так скажем. Исповедь, так каковую, в принципе, она не имеет большого значения. Это, если так брать, по первому христианскому времени, как у Петра и Павла это вот было. То есть, получается, просто община. Та же самая, по сути дела, беспополучина. По сути дела. Никак. Там священник стоит, еще раз говорю. Вы священника-то куда дели? Где нет епископа, нет священника, там нет церкви. Граница с церквью только там, где исторически от апостолов рукоположенное священство. Где этого нет, там секта. Ну, я говорил о первом христианском времени, то есть, первый век. Ну да. От Рождества было Христово. Там всегда были епископы, где нет священства, нет церкви. Вот сейчас вы что думаете, одни православные спасутся? Мы так не говорим. Мы говорим, священство сохранилось, это православие, старобрящество и вместе, и католическое, и григорино-армянское, копты и сирсы, пять. Вот в этих пяти это границы церкви. А там ереси, у нас тоже хватает. За них все, все с двойной и на всех. Феодосий сказал, что ни католическая, ни армянская, то есть, ни латинская, ни армянская церковь не спасется. Вот он сказал я, осподинстве. Мы говорим границы церкви, когда отвечаем на вопрос. Там, где есть епископата по творческих времен? Ответ мы должны дать какой-то. Где границы церкви? Допустим, говорят, а что такое священное писание? Это слово Божие, Святая Библия, три названия, где первая буква В, в начале Бог сотворил, последний мягкий знак. Ни одной буквы, ни одной черты туда добавить нельзя. Все, до одной буквы высчитано. А где предание начинается, заканчивается, никто не знает, ни один человек на земле. Поэтому пишут... Ну, вот опять же, когда переписывали 70 толковников в Священном Писании, у вас не появляется такая мысль, например, что осознанно кто-то мог изменить что-то? Ведь 70 человек... Это невозможно. Потому что Господь говорит, я бодрствую над словом моим. Вы, если знаете, как они писали, даже слово Бог, когда пишут, нельзя было у них перо дважды обмакивать и обернуться хотя бы гром гремел, пока не напишет слово. На каждой строчке количество буквы вписывалось, подсчитывалось и ставилось на полях. Если было допущено две ошибки, третья пришла, весь свиток уничтожался. Это надо понимать, с какой осторожностью иудеям, веря на слово Божие, они его сохранили. Ну, это я подобности таких не читал, и у меня не было возможности. Ну, я просто вам говорю, как было. Это такой закон. И поэтому даже одна буква не была утеряна. Бог сохранил. Я, говорит, бодрствую над словом, а он бодрствует. Наш перевод один из самых лучших в мире, синодальный перевод. И вот эти новые переводы Библии, они не нужны никому. Этого ульгарщина. Ну, я, например, у меня осталось тоже синодального здания, тысячи, по-моему, если я брать не буду, или 906, или 909, не помню, года. И я тоже ее храню, но у меня уже там из-за того, что я ее часто читал, уже листочки начинают это, я уже даже лишний раз ее боюсь тронуть, потому что разлетается потихонечку. А вы на нашем видеоканале бываете? Видеоканал в Ютубе. Он называется «Открытым оком». Там 1500 наших роликов. Надо будет зайти глянуть, я даже и не знал, что у вас есть канал. Видеоканал 1540 роликов. И вы только зарядите в плейлист, какой вам нужно там о церкви, о персонах, о скайпе. То есть разложено как. Очень легко искать. Хорошо, я посмотрю, вот немножко раскручусь делами, я посмотрю обязательно. Я даже не знал, что у вас есть. И каждый ролик вам будет поступать на стол. У нас уже 737 подписчиков. Понял вас, хорошо. Ну ладно, не буду вас уже, как говорится, утомлять. На принципе, тем для общения достаточно большой, но при вашей занятости, конечно, я не смею вас отбирать лишнее время, просто. Поэтому я вас, как говорится, отпускаю с Богом, ангелохранитель вам. Спасибо, Христов. Удачи. А вы знаете, Юрий Владимирович, какой у нас в правительстве был? Кто? Подождите, кто в правительстве, где что? У коммунистов. Юрий Владимирович, первый секретарь, какой был? Ага. Намекаете? Не надо намекать. Это не связано. Кто был-то, знаете? Андропов. Андропов. То есть легко вспоминать, а я не намекаю, даже в мыслях не было. Просто... У меня с ним... Я с ним даже вряд не стою. По всем отношениям. Конечно, нет. Я просто для того, чтобы запомнить легко. Это я уже давно о себе знаю. То есть не о себе, а о том, что у меня есть такой вот схожий, как говорится, в именах. А вообще я с ним отличаюсь по многим причинам. Он, во всяком случае, в отличие от меня, на голову выше меня стоит по многим параметрам. Потому что, во-первых, он высокообразованный человек, а я перед ним буквально бумажка замазанная. Так, Юрий Владимирович, давайте договоримся. Вы выходите, запишите это время, не позже, только в это время и только во вторник. Когда у вас будет достаточно вопросов, которые вам необходимо разрешить. В другом случае, я просто не имею возможности. Я желаю послужить, каждому человеку послужить. И это, Игнатий Тихонович, я уже вам в самом начале там сказал, что я не надоедливый человек, я не собираюсь вас постоянно дергать. Если будет необходимость, я, во-первых, вам сначала напишу. Напишите, я скажу, где, в Мэйл.ру, в моем мире, я там сижу. Да я могу и в Скайпе скинуть, а вы просто прочтете, что я там и все. В Скайпе я могу и не увидеть даже, в Мэйл.ру я сразу увижу, я сижу, а в Скайпе я не захожу. Ну, понятно. Хорошо, хорошо. А в Мэйл.ру Завидите только Игнатий Лапкин. Мой листик сразу откроется. Я один, так с этим именем. Не Владимир Николаевич. Понял. Хорошо, хорошо. Ну, все, как говорится, с Богом. С Богом. С Богом. Ангела-хранителя. Храни вас Господь.